Сейчас снимем это с нее. На самом деле эти маски используются вот такую вот собачку в мешке. Проверь, пожалуйста, вот на Алиэкспрессе этих тараканов, жуков. Собачьи губки. В описании этого товара написано, что это машинка. Привет, я Энни Мэджик и это моя постоянная рубрика Pet Shopping, в которой я рассказываю про покупки для питомцев. Либо свое мнение, впечатление, делаю обзоры, что-то покупаю в зоомагазине. А также здесь есть подрубрика топ 5 безумных товаров для животных, которые я заказываю на Алиэкспрессе и мы вместе с вами их проверяем. Но сегодня будет даже не 5, а я бы сказала 7 или даже 8 товаров, которые мы с вами посмотрим в действии. Так что, если вам понравится и вы захотите еще, судя по предыдущим рубрикам, вам очень нравятся эти ролики, ставьте много-много-много лайков и будет следующий выпуск. И, конечно же, обязательно пишите в комментариях, какой из товаров вам больше всех понравился, какой показался наиболее безумным, а какой, например, вы посчитали бы даже полезным. Секундочку, ребята, я совсем забыла вам сказать, что у нас с вами снова есть возможность увидеться и пообщаться. Помните, прошлым летом я была на очень классном семейном фестивале для животных и людей Pet Shop Days в Питере. Так вот, в этом году я снова буду там, только уже в Москве. Так что, запоминайте. 2 июня. Москва. Сад имени Баумана. Вход свободный. Так что, приходите, я буду вас там ждать. Пофоткаемся и, конечно же, раздам автографы. Во сколько я там буду и саму программу фестиваля, вы можете посмотреть на сайте PetShopDays.ru. Там будет очень много всего интересного. А еще на сайте Pet Shop Days сейчас идет голосование за блогеров. Так что, Мэджики, обязательно голосуйте за меня, за Мэджик Фэмили. Вместе мы сила и обязательно победим. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Ну, а лечение Юмичу моей собачки мы продолжаем. Кто не в курсе, что с ней случилось, смотрите предыдущий ролик. И давайте проверять товары. Сегодня у нас вроде как такие небольшие товары, но все они очень странные. И большая часть из них все-таки для кошек. Киску Алиску мы спустим сюда сегодня. И даже есть вот такой вот странный механизм для кошек и собак, который мы тоже с вами сегодня проверим. На канале моих говорящих питомцев Magic Pet тоже новое видео. И на моем канале Any Magic тоже очень интересный ролик. Вы потом их посмотрите, ссылочки будут там. Ну, так вот, давайте начнем, наверное, вот с этих двух товаров. Эта штука стоила 138 рублей на Алиэкспрессе. А вторая стоила 202 рубля, и они немножко разные. Эта маска черная, баллоневая, вообще закрывает все лицо, остается только дырочка для того, чтобы дышать через нос. А вот эта маска, она тканевая, сзади вот на таких вот липучечках. Здесь остаются открытыми и глаза, и нос. Это тоже, кстати, на липучках. Они маленького очень размера. В общем, когда я это заказывала, я думала, что это просто какое-то абсолютное безумие. И только углубившись в тему, я узнала, для чего же это нужно. Вот эта масочка нам явно мала, потому что там должны торчать глазки вообще-то. Для того, чтобы их закапывать, вот для чего нужна такая маска. Если кошке очень не нравится, и она вырывается, ее для этого и используют. Сейчас снимем это с нее, слава богу, там есть через что дышать, она даже не поняла, что это было вообще. И попробуем одеть на нее вторую маску, у которой закрывается все полностью. На самом деле эти маски используются грумерами или людьми, ветеринарами, которые делают уколы, и кошка вырывается. И это якобы кошку больше успокаивает. Но по мне, по ощущениям, кошка скорее больше нервничает и стрессует. Сейчас я быстренько с Алисой это сниму, да. Алиса явно нервничает, ей это не нравится. Я думаю, что она точно так же бы нервничала, если бы ее мыли, стригли чужие люди, как и любая другая бы кошка. Снизит ли это вероятность того, что кошка будет царапаться и драться, я не уверена. Но решать, конечно же, вам. Напишите свое мнение в комментарии. Я бы предпочла, конечно, все-таки как-то самостоятельно пытаться уговорить свою кошку делать необходимые процедуры, чем надевать на нее вот эти вот маски железного человека страшные. Я его не заказала на Алиэкспрессе, я сама купила его лично в Таиланде. Это вот такой вот шлем с солнечными очками. Вот так вот этот шлем выглядит на собаке. Он снизу вот здесь вот на резиночке. В дырочке продеваются уши, солнечные очки якобы защищают от солнечного света. Эйвен, в принципе, долгое время этот шлем и очки носил. Сам конкретно этот шлем, он, кстати, здесь внутри мягенький такой, он очень легко снимается, спадает. Он вряд ли способен защитить собаку на самом деле, если произойдет какая-то авария. Этот шлем я купила тогда в Таиланде где-то за 300 или 500 рублей. И он пригодился мне скорее больше как аксессуар. А вот если вы действительно занимаетесь профессиональным спортом с вашими животными, то вы наверняка знаете все об специальной экипировке. Но штучка на самом деле прикольная. Китайцы, японцы и вообще азиаты не перестают меня удивлять в плане животных, начиная с того, что они могут покрасить какого-нибудь шпица или побрить его в фиолетовый цвет. И вот, например, Pet Grooming Bag продается на Алиэкспрессе за 201 рубль 62 копейки. Там очень много разных цветов, разных размеров. Я заказала первый попавшийся, потому что я применять это не собираюсь, так как отношу в некоторой степени к безумным товарам, но возможно кому-то это в жизни действительно пригодится. Короче, мы сейчас попробуем эту вещь вместе с нашей самой стрессоустойчивой собакой, с Афишей. Я думаю, ее это не будет парить. В общем, вашу собаку, и чаще всего это продается именно для кошек, нужно засунуть вот в этот мешочек, чтобы постирать. Да, преподносится эта вещь именно для того, чтобы можно было спокойно мыть животное. Кошки же очень часто не любят воду, они вырываются, они психуют, им это не нравится. Вот так мы затягиваем здесь и вот здесь. И получаем вот такую вот собачку в мешке. Есть еще вот такой вот замочек. Я так понимаю, он для передних лапок, потому что непонятно для чего он может быть еще. Тогда она не вырвется, никуда не убежит и вообще ничего не сможет сделать. Хотя я далеко не уверена, что качественно можно помыть через вот такую сетку животное шампунем. И самое главное, и очень важно, это смывать качественно этот шампунь. Я всегда придерживаюсь одной позиции и эту позицию продвигаю в массы. Место того, чтобы надевать на собаку ошейник анти-лай, нужно отучить ее лаять. Место того, чтобы надевать на кошку или на собаку свою вот такой вот мешок, чтобы мыть ее спокойно, нужно просто приучить ее мыться. Да, с кошками это гораздо тяжелее, но это тоже возможно, если, например, начинать с самого маленького возраста котеночего. Я считаю этот товар действительно каким-то безумным, но каждому свое. Пишите свое мнение в комментарии. Так как мне многие очень пишут, какой бы товар еще проверить, вы, кстати, тоже можете писать. И мне написали, проверь, пожалуйста, вот на Алиэкспрессе этих тараканов, жуков от 47 рублей до 100. Они продаются, есть и дороже. Мне не кажется это безумным чем-то. Судя по всему, на этих насекомых собаки обращают внимание больше, чем киса Алиса. Да, Юмичи, что это такое? Как? Че это? Но я думаю, что другая какая-нибудь кошка бы обязательно погоняла такого таракашку. В общем, стоит дешево, а развлечение для животных все-таки интересное. Главное, очень аккуратно с тем, чтобы собака или кошка не проглотила, не съела кусок. Все-таки это пластик, там батарейки. В общем, будьте аккуратны. Собачьи губки за 303 рубля на Алиэкспрессе. Давно слежу в интернете за фотками, когда у собаки вот такие вот большие губы на фотографии, как будто они у нее накачанные ботоксом. Оказывается, это всего лишь собачья игрушка, которую тоже можно купить. Я заказала самый маленький размер, но даже он оказался для Чихуахуа велик. Это скорее больше для меня вот такие вот губки. Пищалка очень быстро вывалилась, буквально после одной игры. И очень некачественный оказался материал. За просто 5 секунд уже выгрызли вот здесь вот в губах дыру. Она действительно очень велика, она скорее размером с голову, с самой большой, даже крупной Софиши. Я бы назвала этот товар безумным по качеству. Он очень некачественный, и вот так вот оставлять грызть нельзя, потому что кусочки прям пластика вот этой резиной отваливаются, и собака может просто их наесться. Поэтому я сейчас их у Софи заберу. Нам тут в подарочках от Мэржиков достались вот такие вот мыльные пузыри для животных. Они есть как для кошек, так и для собак, с разными ароматами. Они совсем, я бы сказала, небезопасная вещь для животных, если только очень тщательно следить, чтобы никто ни в коем случае их не проглотил. Почему я могу отнести их к безумным? Потому что, наверное, это уж чересчур как-то странно, мыльные пузыри для животных. Хотя можно здесь задуматься, ну типа для людей можно, а почему для животных нельзя, им тоже было бы весело поиграть. Поэтому, если вы хотите ролик, реакцию... Блин, ну нет! ...животных на мыльные пузыри, то как-то дайте знать. Пишите в комментариях, или ставьте лайк, или голосуйте в вопросе, если он там будет. Ну и завершаю я наш сегодняшний обзор безумных товаров для животных с вот такой вот каплей на футболке и вот такой вот штукой. Парад для якобы стрижки и полировки когтей собак и кошек стоит 123 рубля на Алиэкспрессе. Самый дешевый вариант. Вариантов очень много, вплоть до нескольких тысяч рублей. Возможно, они и различаются. Но я хочу попробовать дешевый вариант хотя бы на удобство. Стоит ли заказывать дорогой? В описании этого товара написано, что эта машинка якобы не только там полирует, но и реально стрижет, укорачивает когти. И самое главное, без боли абсолютно. Вот такая вот простая такая маленькая машиночка и три наждачки. И еще одна вот здесь внутри. Ну, как бы сами пилки. Она очень просто вот так вот разделяется на две части. И вот здесь в этой ноге у нас две пальчиковые батарейки. Потом она просто закрывается, и вот здесь вот у нас внутри такая как бы пилочка. Я знаю, как собаки в принципе не очень любят стричь когти, даже приученные, вот как мои, например. Но не представляю, как им понравится может вот такой вот процесс. Потому что все-таки это еще и какая-то вибрация, какой-то звук. С непривычки, наверное, никто, конечно же, не захочет. Попробуем с нашим самым спокойным членом семьи Мишаней. У меня уже есть серьезные претензии после Миши. Я сейчас скажу. Юмичу, не бойся. Не буду продолжать, ребят. Это, конечно, не причиняет боли собаке, но это явно неприятные ощущения. Вот эта вот наждачка, она очень жесткая такая. И вот этот звук, я думаю, он напрягает все-таки собак. Например, меня очень сильно напрягает в зубном, когда сверлят зубы, сам звук этой машинки. Ею можно попробовать шлифовать когти, если уж очень надо, но никак не стричь, потому что это очень долго получается. Когтерезом ты раз и отрезал, а вот этой штукой ты будешь пилить полдня один кокоть. Я бы не стала покупать эту вещь. Переходите по ссылочкам на новые ролики на других наших каналах. И увидимся скоро в новых видео. Пока!